От пациентки. В декабре 2020 упало, после этого у меня постоянно сильные боли в колене, особенно при сгибании и разгибании. Консультативное заключение по МРТ коленного сустава пациентки 41 года. Дата исследования – 16 апреля 2021 года. На серии МРТ коленного сустава получены изображения в сагитальной коронарной и аксиальной проекциях. Деструктивные изменения в надколеннике, в дистальном отделе бедренной кости и в проксимальных отделах малой и большеберцовой костей не определяются. Отек костного мозга надколенника и медиального мышелка, тробикулярные переломы. Сухожилие четырехглавой мышцы бедра не повреждено, собственная связка надколенника прослеживаются отчетливо, интенсивность сигнала от нее не изменена. Суставные поверхности конгруентны. Суставная щель не сужена. Суставной хрящ не истончен. Значительное количество жидкости за надколенником, в полости сустава и вдоль обоих мышелков. Конфигурация менисков представляется неизмененной. Разрывов менисков не найдено. Жировая клетчатка ГОФА развита обычно. Контуры задней крестообразной связки четкие, интенсивность сигнала от нее не изменена. Передняя крестообразная связка не прослеживается на всем протяжении, утолщена и отечная имеет горизонтальный ход. Латеральные малоберцовые и большеберцовые связки прослеживаются на всем протяжении, не изменены. Заключение. Выраженный синовид. Постравматические изменения костной ткани. Зав. Кафедрой профессор Холин Аве. Вопрос пациентке. В предоставленном заключении МРТ мне не очень понятна фраза. Отек костного мозга надколенника и медиального мышелка, тробикулярные переломы. Вы видите, что у меня был перелом не только надколенника, но и медиального мышелка. Ответ профессора Холина Ав. Именно так. Речь идет о тробикулярных переломах, то есть внутренней структуры кости. При этом замыкательные пластинки не нарушены и линии перелома как в длинных трубчатых костях нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова